Всем привет! Добро пожаловать на канал Перпаков. Предлагаю вам приготовить кексы медовые постные. Сейчас идет пост и есть ограничения в питании. В этот период нельзя есть продукты животного происхождения. Этот рецепт подходит на те дни поста, когда можно есть растительное масло. Кексы получаются очень воздушными, нежными, ароматными и очень вкусными. В теплой воде растворить мед и сахар. Добавить шепотку соли и растительное масло. Смешиваю муку с разрыхлителем и просеиваю частями в медовую массу. Не забываем постоянно помешивать. По консистенции тесто напоминает очень густую сметану. На этом этапе вы можете добавить цукаты, сухофрукты, орехи. На ваше усмотрение. Но я решила сделать чистые кексы, чтобы было видно в каком виде они получаются. Готовое тесто оставляю немного постоять, а в это время занимаюсь формой и вкладышами. Бумажные вкладыши смазываю растительным маслом. Вкладыши вставляю в специальную форму. Если у вас нет такой формы, то можете использовать несколько вкладышей. Если вы будете использовать один вкладыш, маленькую бумажную форму, то она просто от теста раскиснет и потеряет форму. Ложкой раскладываю тесто на две трети. Ложкой раскладываю тесто на две трети. Всего у меня получилось 12 кексов. Кексы выпекаю в разогретой духовке до 200 градусов примерно 20 минут. Конечно, ориентируйтесь по своей духовке, а проверяйте готовность кексов с тучинкой или зубочисткой. Медовые кексы всегда получаются румяными, мягкими и ароматными. Если вы не хотите, чтобы у вас появлялись вот эти трещинки, характерные кексам, вы можете просто выпекать в форме с толстым дном. Кстати, цвет кексов будет меняться в зависимости от того, какой мед вы используете. В этот раз я использовала клюновый темный мед, но когда-то я использовала цветочный, и они получались вот такие желтенькие. Вот такие пышные, мягкие, прелестные, ароматные кексики получаются. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. А я благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь, если этого еще не сделали. А я желаю вам всего самого хорошего!